Конфликты в зале заседания городского совета Басарабяска начались еще во время обсуждения повестки дня. Советники от партии социалистов предложили исключить из нее три вопроса на основании того, что они недоработаны. Примар в свою очередь возразил на это, что на профильных комиссиях обсуждались все вопросы, в том числе и касающиеся распределения средств Дорожного фонда. Вы на прошлой сессии спросили, почему быстро вы не проводите по Дорожному фонду Детендра. Вы сегодня нас рубите почти трое раз. Вы своими советники, социалисты и коммунисты. Покажи мне, пожалуйста, сметь, где указано хоть один килограмм асфальта бетона. Где указано снижение дорог в зимний период времени, то есть посыпка тротуара. Лена Кирилловна, будет вопрос, вам все это есть. Пожалуйста, скажите, нет, есть там посыпка тротуара. Я хочу сказать, что на комиссии бюджетной не было предоставлено смета. Смета была предоставлена позавчера. Мы на комиссии по благоустройству и выбыли. И было четко сказано, 100 тысяч выделяется на закупку и подсыпку всех улиц без косоли. Слова примара подтвердила и специалист примарии Елена Шевченко. Однако советники-социалисты выдвинули еще одно условие, при котором они готовы продолжить работу сессии. За главным столом остаются сидеть только председатель заседания и секретарь горсовета. Пожалуйста, господин, примарь, присядь. Я уже стал говорить, что не даете. У нас, вы еще регламент не примем, почему вы ставите, не даете. Вы здесь прыгайте, как мячик, на каждой сессии прыгайте, как мячик, чтобы это исключить. Я предлагаю, от фракции социалистов, подождите, не прибивайте. От фракции социалистов, пожалуйста, займите, оставьте только председательство и секретаря президиума. И остальные присядьте сюда, в зал. Я сделал заседание. Я извиняюсь, вы проголосовали, что сейчас вы его... Я скрою. Нет, 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 нет. Мы выигадили базар здесь. Для того базар, мы подавали. Мы на сессии. Победим. 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 Евгению Кирющенко беспрепятственно покинуть зал заседаний не удалось. Его окружили работники коммунального хозяйства, возмущенные тем, что сорвав сессию, советники не пожелали рассмотреть вопрос о выделении по ЖКХ средств для покрытия долга по заработной плате. Ответьте, почему у нас зарплаты зарежать? Спустя некоторое время автомобили и трактора муниципального предприятия действительно подъехали к площади перед районным советом. А коммунальщики устроили на ступеньках здания сидячую забастовку, в надежде обратить внимание руководства района на свои проблемы. У меня нет ни одной копейки. Я живу бедно. Работаю, чтобы зарплату получать, чтобы одевала, чтобы не ходил мой ребенок по мусорке или куда-нибудь. Говорят, что цыгане не работают. Мы работаем, мы очищаем. Вот при каком примаре было так чисто в городе. Ни при каком. Пусть попробует один советник поднять один грязный кулечек или бумагу, то, что мы руками убираем. Нам даже перчатки не выдают, потому что нет перечисления по ЖКХ. По словам Валентина Чемпоеж, вопрос о выделении средств МПЖКХ был среди тех, которые необходимо было решить на сессии горсовета. Эта акция, спланированная социалистами и коммунистами, она уже не первая. И это происходит постоянно, когда проходят сессии. У нас есть информация, что господин Пушкарь получил с Кишинева информацию о том, чтобы сегодня заблокировать все решения городского совета, то, что выдвигал примарь. Желая поговорить с председателем района, забастовщики поднялись на второй этаж, где с ними встретилась председатель фракции социалистов в горсовете Анна Чумаченко. «Сколько было выделено денег? 650 тысяч! Где эти деньги? Так вы спросите сметы вначале, если вы что-то говорили. Вы голосовали и говорили о том, что вы сначала думаете о зарплатах людям, а потом о сметах думаете. Вы что? Так уж и на зарплаты людям идите посмотрите. Вам отчет был предоставлен, вы его даже не захотели смотреть. Вам дали отчет. Вы должны думать, в первую очередь, в любую тех зарплату. Я не вру. За это время, сколько я нахожусь на предприятии Пушкарь, сколько раз вы пришли потребовать какую-либо бумагу для отчетности или что-то, чтобы увидеть, какая реальная ситуация на Пушкарь? У вас фракция социалистов не раз требовала запроса. Что? Дайте мне, пожалуйста, бумагу и укажите, где были эти требования, чтобы я увидел. То же самое я вам задаю. Далее скажу, на каждой сессии директор предприятия предоставляет отчет финансовый за каждый квартал, который идет, от сессии до сессии. Даже сегодня опять поднял руку и попросил дать мне время доложиться о финансовом отчете предприятия. Не соизволили. Не соизволили. Анна Чумаченко обвинила директора МПЖКХ в том, что он затребовал для себя повышение заработной платы до 8400 лей. Но Олег Федько опроверг ее слова, позже представив доказательства того, что с 1 июня получает 6600 лей. Как отметил примар города, сложная финансовая ситуация на предприятии сложилась из-за того, что выделенных на благоустройство города денег изначально было недостаточно. И мы говорили, что денег не хватит. Но советники, коммунисты, господин Моисеев высказался так, при поступлении денег в бюджет мы будем перенаправлять на благоустройство города. Что они сделали? Меня закрыли. Куда они направили эти деньги? Комментируя очередной конфликт, произошедший в горсовете, председатель района Петр Пушкарь высказался о том, что его спровоцировал сам примар. Я, когда стал председателем, я не сижу на трибуне. Я сижу рядом со всеми, как приглашенный. И поэтому призываю примара почитать закон и сесть рядом с людьми, не провоцировать специально городской совет, для того, чтобы были скандалы, чтобы ничего не делалось. Задача любого руководителя, меня как председателя и любого примара в нашем районе, сделать так, чтобы совет был работоспособным. Это его задача. Он делает все же наоборот. Что касается задержки зарплат в МПЖКХ, то Петр Пушкарь считает, что ответственность за это также должно взять на себя руководство города и муниципального предприятия. Я понимаю, что и хочу официально заявить, что вот это сегодняшнее шоу организаторов, потому что людей я понимаю, людям нужно на что-то жить, людям нужно платить услуги. Это понятно, что людям нужна зарплата за то, что они выполнили свою работу. Но те, кто люди, кто это организовал, я думаю, все понимают, что это руководители организовали, это примарь организовал, что он пытается переложить свою дееспособность в городе, то, что он обещал людям, он не может выполнить, потому что у него нет откуда брать, что делать. Он пытается переживать всю вину на социалистов. Сделайте себя жертву. Но я хочу официально заявить, что не получится. Потому что, когда ты идешь в руководство страны, в руководство любого города и района, ты обещаешь, ты должен понимать, откуда ты эти деньги возьмешь и как ты это будешь делать. А если просто обещали для того, чтобы рассказать людям красивую сказку, чтобы люди их избрали, и потом сказать, что мне не дают работать, извините, ну зачем тогда кто-то находится в руководстве. Расходясь с площади, коммунальщики пообещали продолжить акции протеста, если их требования не будут выполнены. Мы не будем работать до тех пор, пока мы с нам не выдадут зарплату за два месяца, вот тогда мы только выйдем на работу. Это все вот по ЖКХ полностью согласны. Когда они увидят, что весь город завоняется. Вот через неделю, если мы неделю не будем работать, будет хаос в городе. В работах по благоустройству города задействовано 15 сотрудников МПЖКХ. Их заработная плата составляет 2380 лей.